здравствуйте друзья в эфире канал ньюашворд и с вами я юрий гемельфорд откровенно говоря меня в нашей действительности поражают два момента первое это полный беспредел власти и организации которые зависят от власти в той или иной мере они готовы потворствовать этому беспределу и который переходит уже в натуральное мошенничество и второе что меня поражает это то насколько наших граждан отучили думать насколько наши граждане любую конспирологию любую ахинею воспринимают за чистую монету и потом дальше начинают распространять нелепицы которые заставят покраснеть даже дико папуаз впрочем не буду вас интриговать внимание на экран как сообщил вчера вечером начальник избирательного штаба алексей навального леонид волков решение о известном судебном решении о ликвидации фонда навального пятое время года должно было быть получено леонидом волковым только 23 января и соответственно на обжалование имелось 30 дней но альфа банк заблокировал счет пятого времени года уже причем обратите внимание вот как следует из выписки заблокировано оказалось почти 1 триллион рублей как оказалось вот это сообщение стало буквально подарком для троллей и ненавистников навального тут же посыпались вопросы а откуда у навального один триллион рублей а ну-ка пусть он объяснит хотя он вел разговор о том что за минувший год он получил всего лишь навсего 240 миллионов рублей с копейками на донаты обманул это ложь навального ну и т.д. и т.п. так вот вынужден кое-что объяснить господам тролля тем более что эти два вопроса очень тесно связаны между собой внимание на экран вы получите удовольствие начать друзья я расскажу вам одну историю вернее я ее на пол потому что те кто следят за моими фирме они помнят что еще летом я рассказывал о том что начиная с июля 2016 по июнь 2017 года включительно конечно я занимался вопросом банкротства своей родственницы особенность банкротства состоит в том что потенциальный банкрот должен предоставить финансовому управляющему и соответственно суду абсолютно всю информацию о своих кредитных обязательствах ибо если какая-то информация будет у тайна и это всплывет на в процессе судебного разбирательства то судья имеет полное право заявить что имело место злоупотребление правом и соответственно банкротства отказать так вот была получена информация там сумма каждого кредитного обязательства с учетом процентов пени шмени и так далее и тому подобное не превышала 800 тысяч рублей в том числе в этом списке был сбербанк которому кстати говоря моя родственница задолжала что-то около 30 тысяч рублей хорошо и вдруг когда ей в сентябре месяце была перечислена ее зарплата которая составляла что-то 6 тысяч 900 рублей она с удивлением обнаружила что эти деньги она получить не может это произошло еще даже до судебного заседания но подчеркиваю уже после того как сбербанк получил письмо уведомления о том что данная госпожа тире гражданка она подает на банкротство финансовая управляющая пошла в банк разбираться и вернулась оттуда с глазами как у вареного рака вытраченными от непомердного удивления согласно банковской выписке которую предоставили финансовому управляющему моей родственнице следовало что то задолжала банку спер банку ой извините сбербанку конечно же досадная оговорка 42 миллиона рублей ваш покорный слуга побежал к родственнице и очень вежливо спросил ее зачем же она самка собаки утаила столь крупный кредит там были дальше слезы сопли и уверение в своей полной чистоте и невиновности что не было не было она предоставляла кстати говоря банковские выпуски из сбербанка начали разбираться и тут на глаза вашему покорному услуге попалась одна интересная статья я предлагаю вам с ней ознакомиться в октябре 2016 года издание форбс сообщила об удивительной истории о том как сбербанк потребовал от жителя орла 42 миллиона рублей по иску аж 1900 года по словам потерпевшего у него была заблокирована зарплатная карта и затем обнаружив на своем счете минус 41 миллион восемьсот восемь четыре тысячи пятьсот восемнадцать рублей 59 копеек когда он обратился в отделение сбербанка ему сообщили что на карту наложен накопительный арест на сумму сорок один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей по иску от 1 января девятьсотого года ну понятно что мужчина столько не живет и обратился в службу судебных приставов где ему с не меньшим удивлением поведали что исполнительных производства и отношений его не ведется и тогда обратился мужчина в следственный комитет и вот что вы оказывается в отношении мужчины также как в отношении моей родственницы велась процедура реализации имущества поскольку он решением арбитражного суда был признан банкротом тогда банк чтобы вернуть свои средства наложил технический арест на средства данного клиента на сумму почти сорок два миллиона рублей а оказывается технический арест имеет высший приоритет перед любыми текущими требованиями в отношении банкрота например долгами или взысканиями и все и таким образом любая зарплата любые средства даже две копейки которые поступают на счет бедолаги который попал под так называемый технический арест они будут арестованы банком на что и напоролась моя родственница бедолага после этого ваш покорный слуга провел свое собственное расследование и выяснил что оказывается банком банкротства или решение судов тоже не указ они в случае чего налагают технический арест на устанавливают любую сумму от балды извините которая явно больше имеющихся средств и тех которые теоретически могут поступить на счет данного клиента таким образом до любого решения суда банк будет изымать средства клиента по принципу было ваше стало наше все гениальное как говорится просто кстати говоря на основании вот этой вот выписки очень легко установить сколько же денег реально имелось на счету а алексея навального точнее у фонда пятое время года вот как а какой был установлен лимит в размере 1 триллион рублей а вот строчку остаток с учетом картотеки видите видите так вот теперь вуаля на счету у алексея навального реально было один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто рублей шестьдесят шесть копеек вот вам и ответ я даже не стану призывать вас друзья мои включить голову и просто задуматься и не распространять дурацкие слухи у кого голова есть то ты давно это сделал давно ее включил у кого нет мозгов любые обращения бесполезно я даже не стану акцентировать внимание на том что по сути дела российские банки они могут безо всякого решения просто по звонку кое откуда когда по телефону сделали главному банкиру данного банка предложение от которого он не может отказаться просто налагает технический арест на счет и все деньги были ваши стали наши я не стану охать и ахать на эту тему я думаю вам тоже все понятно вот тем людям которые еще в состоянии думать я предлагаю поразмыслить над тем а стоит ли вам дальше связываться с российской банковской системе так лишь надежно сохранены ваши деньги когда они лежат в банке не сохранили они будут как говорится в другом банке я имею виду в банке стеклянной или жестяной это уже кому как нравится но у вас дома что-то мне подсказывает что они у вас там целее будут все доброго подписывайтесь на канал не аж вот не забывайте ставить лайки а если будут вопросы присылайте мы их с вами обязательно обсудим до встречи